всем привет я заказывала по почте пряжу она мне очень быстро пришла вот сегодня я ее получила пряжу я заказывала из ростова на дону из вот этого сайта если вы видите рукоделия ростов точка ру я первый раз заказывала пряжу из этого сайта о качестве ничего сказать не могу вот сейчас откроем вместе и распакуем посмотрим что же мне прислали я оставляла в интернете номер телефона но они мне так и не позвонили и я пока ждала звонка заказ уже и пришел пришел он где-то за неделю наверное очень быстро заказ пришел к моему удивлению вот и заказывала я здесь по моему три вида пряжи давайте вместе посмотрим как бы что-нибудь не порезать хочу вместе с вами посмотреть что же мне прислали первый раз делаю заказы из этого сайта очень надеюсь на хорошее качество уже не помню какие виды я заказывала здесь ничего нет здесь бумажка наверно так значит я вот три вида пряжи заказывала ангора gold батик так цена 165 рублей за моток бисерная пехорка цена 105 рублей за моток и кружевная пехорка 55 рублей за моток вот такая общая сумма плюс еще у них доставка тоже платная но не такая большая оплата была за доставку поэтому я согласилась так давайте посмотрим начнем наверное вот этой это мне понравился цвет такой мятный это пехорка кружевная я все лето искала мятного цвета пряжу никак не могла найти а тут вдруг на сайте заметила увидела и решила заказать но это как бы летняя серия тонкая пряжа очень тонкая она но тем не менее хотя бы на следующее лето я что-нибудь свяжу вот здесь так если вам интересно вот 280 метраж здесь 50 граммов я заказала всего 4 штуки надеюсь что то из этого получится хотя бы какая-то маечка вот цена была доступная я уже говорила значит не знаю сколько они стоят в магазинах кружевная пехорка 55 рублей стоит вот такая пряжа 1 далее заказывала опс а это что это из алиса так ангора gold ангора gold батик да а блин расцветка не то которую я заказывала она должна была быть темно-красного цвета вот такая печаль к сразу таких вот разных мешках три штуки здесь стоит 165 88 написано но такого секционного крошения но знаете что я заказывала заказывала я темно-красный с коричневыми вот такими ну секциями но никак не ожидал что будет вот такое да блин какое-то разочарование теперь вижу но сама по себе расцветка красиво я просто хотела это смешать с одним с одними нитками которые красные но пожалуй смешивать не получится ну сама по себе вот такая нитка пряжа она как бы тоненькая поэтому из нее только что-то связать получится что-то тоненькое но если вам интересно вот тут состав 10 процентов шерсти 10 процентов мохера и 80 процентов акрила метраж значит в 100 граммах пятьсот пятьдесят метров довольно большой метраж я вот на это и повелась но никак не ожидал что будет такая расцветка вот что вы об этом думаете но мне кажется сама по себе сама по себе вот просто из нее связать наверное будет неплохо я сейчас попробую связать образец и вам покажу значит вот такая алиса и еще серые пряжи должна быть сейчас тоже покажу вот три штуки серого цвета пряжи это пряжи тоже пехорка бисерная бисерная тоже тоненькая здесь четыреста пятьдесят метров 100 граммах вот стопроцентный акрил вот цвет такой тоже не совсем соответствует кстати цветам которые указаны на сайте вот серый тоже не очень на мой взгляд вот сейчас я смотрю на камере кажется красивее чем жизни в жизни такой он цвет более не такой вот синего с синим отливом как в камеру а таким вот более бежевым что ли отливом идет ну ладно посмотрим что можно будет связать вообще хотела кофточку так сейчас я свяжу образцы из всех из всей пряжи и вам покажу ну вот я попробовала связать образцы вязала без узора потому что я считаю для такой пряжи узор не уместен вязала просто лицевой гладью правда все цвета охватить я не смогла потому что для этого нужно большое полотно вязать вот примерно такие идут переходы здесь идет переход от светло-бежевого до красного яркого вот так получается если вязать из этой пряжи ну я планировала как бы добавить вот этой пряжи думала разбавить вот этот детский каприз этой пряжи ну вот я сейчас смотрю не знаю получится у меня или нет вот так смешать вот красные места наверное получилось бы неплохо но как это будет смотреться когда пойдет цвет такой бежевый я вот сомневаюсь не знаю но мне хотелось получить такое такую теплую зимнюю вещь я хотела вот в две нити вязать мне сам цвет вот этот не очень нравится поэтому я его хотел разбавить для этого купила вот эту пряжу но не думала что она такого цвета будет вот сейчас уже сомневаюсь стоит ли вязать вот пробовала вязать образец вот именно из этих мест пробовала потому что красным цветом вот эти места наверное неплохо будут сочетаться и коричневый тоже как то еще более менее но вот когда бежевый цвет пойдет получится вот такая меланжевое такое меланжевое полотно вот не знаю что мне с этим делать а вообще получается то что я хотела вот такая плотная толстая плотное толстое полотно но я еще подумаю а так вязать очень приятно вязала с удовольствием попробовала вот пряжа понравилась вот это пряжа теперь попробовала связать образец из этой кружевной пехорки что я могу сказать это акрил такая не очень приятная на ощупь в общем то и полотно жестковато получилось но я вязала такое плотное полотно крючком может можно попробовать вязать на спицах но я еще узоры буду подбирать но меня конечно поразил вот этот цвет очень мне понравился цвет такой мятный красивый цвет я обязательно что-нибудь свяжу и вам покажу так и последняя пряжа это вот эта серая мне больше всех она понравилась в смысле вязать из нее очень приятно получается такая приятная такое приятное полотно очень ровно и вязать очень удобно из этой пряжи это тоже акрил бисерные вроде называется да ну она тоже такая тонкая но конечно цвет такой скажу я вам не женский цвет пожалуй я свяжу младшему сыну кофточку а так вязать очень приятно вот такие у меня были результаты спасибо всем за просмотры подписывайтесь на мой канал будем вместе заниматься творчеством рукоделием и пока пока до следующих встреч до встречи до встречи украина